До сих пор галерея располагалась в подвале жилого дома 16-го микрорайона. Теперь у нее будет собственное здание в 17-м микрорайоне. Рассматривали несколько вариантов отделки, все в сочетании красного и белого цветов. Участники градостроительной комиссии их отвергли, как неудачные, а также предложили проектировщикам увеличить этажность, чтобы здание выглядело более гармонично рядом с высотками. Ну, вопрос в том, что два этажа-то как минимум надо сделать. Одним из главных вопросов стало согласование эскизов главного ледового городка на юбилейной. Ведь уже начало декабря и строителям пора приступать к работе. Обсудили расположение горок, чтобы полосы торможения не соприкасались, а также подсветку и количество фигур. Входная группа со стороны Гагарина, высота башни 3 метра. Входная группа со стороны Лежим-Чужем-Любе, высота башни 3 метра. Пока эскиз не утвердили. Комиссия попросила увеличить площадь городка и расстояние между горками и скульптурами. Это необходимо для того, чтобы проще было соблюдать социальную дистанцию. Голосуем, кто за, прошу. Разрожаю. Против. Нету. Единогласно. Дальше. Также обсудили цвет новых фасадов жилых домов в 9-м микрорайоне, где намечен капитальный ремонт. Было предложено несколько вариантов на каждое из зданий. Комиссии понравилась версия с фисташковым оттенком сверху. Поэтому после ремонта дома будут выглядеть в едином стиле. Алина Ширина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...